Здравствуйте, мои золотые! Сегодня мы будем смотреть расклад «Будущий муж». И что я хотела сказать по этому поводу. Очень часто говорят, что мы привлекаем мужчин, похожих на нас. И иногда, привлекая вот этих мужчин, начинаешь думать, что неужели я такая стерва, или я вот такая вот. То есть ужасаешься, смотря в зеркало на этих мужчин. Хотя, если проанализировать, мужчины бывают совершенно разные. То есть, если вот сесть и проанализировать не ваши отношения с мужчинами, а какой мужчина был, и что он в вашу жизнь принес, я бы сказала, что они совершенно разные. Или же на этом этапе мы тоже как бы меняемся, и нам показывают, какая вы, и может быть, как поступать. Но мы каждый раз говорим, что мужчина плохой, расстаемся, уходим. Или, например, иссякают какие-то эмоции в отношениях, да, и вы не расстаетесь, вы просто заводите нового мужчину и уходите в новые отношения, да. Неизвестно там, вдруг этот мужчина еще когда-нибудь пригодится, зачем с ним портить и конфликтовать. Но вот наши женщины в основном любят расставлять точки над «и», что там вот скажите, кого мне выбрать, да, и я там расстанусь. Вот это мне было никогда непонятно, зачем расставлять точки над «и». Потому что всегда есть возможность вернуться, если не получится, с кем-то новым. Если мужчина строит отношения параллельно с разными женщинами, да, все время находясь в активном поиске, значит, нам точно так же надо не категорично разрывать отношения, а все время сравнивать. Сравнивать, да, и выбрать, наверное, все-таки самое лучшее, потому что все познается в сравнении. Итак, будущий муж. Какой он этот будущий муж вообще? Сейчас, если он выпадет не такой, как вы хотите, да, то надо задуматься, да, что вы себе материализуете в голове. Так, смотрите. Ну, во-первых, образованный муж имеет, может быть, не одно высшее образование, я бы так сказала. Мужчина с огромным количеством тайн и загадок, то есть непростой мужчина, да, может быть, это такой загадочный знак зодиака. Мужчина, который будет как непрочитанная книга или такая книга, которую вы еще не читали, то есть новый детектив в вашей жизни. Яркий, харизматичный, привлекательный, счастливый, ну, без вас пока он счастливый, я бы так вот сказала, да. Может быть, инфантильный, как ребенок, может быть, кстати, карта восемнадцатого аркана, это карта мусульманства, может быть, это мусульманин мужчина, да, когда они как бы, что им Бог даст, что Аллах даст, они мало куда действуют в сторону движений, да, только словесно. Потому что они все как бы на Аллаха рассчитывают, что Аллах там что-то даст и все решит. То есть они малорешительные. Так, мужчина, смотрите, стабильный, надежный, настроенный в брак семью, на счастливую брак семью, втайне об этом мечтает. То есть фантазер такой мужчина. Большое сердце, любвеобильный, любящий, хочет любви, верит в такую истинную, искреннюю любовь без денег. Ну, в общем, как бы хочет, чтобы любви любили без денег. Так, мужчина, может быть, сова, то есть поздно ложится и поздно встает, да, а может быть, очень переживающий, настроенный на серьезные отношения, да, как бы вообще пара вам, пара. Может быть, вы об этом тоже самое думаете, то есть вы мечтаете об этом, только когда два человека сходятся, они почему-то друг другу жизнь отравляют. Так, смотрим дальше. Хитрый, продуманный, вот они начинаются подводные камни, да, хитрый, продуманный, хочет урвать свое, человек такой с хитрыми восточными корнями. Может родиться в год собаки, может быть верным, когда выберет единственную неповторимую. Может любить собак, достаточно таких породистых, да, надежный друг, верный. Так, смотрите. Мужчина, который до брака может не заниматься сексом, то есть отсекает сексуальные отношения или вообще нету сексуальных отношений на данном этапе, а может вообще никогда не было. Поэтому фантазии о романтической любви в его голове, но при этом очень сексуальный, привлекательный, такой тактичный, дипломатичный, терпеливый, воспитанный. Стабильный, надежный и в доме, в собственном, он, знаете, он тиран, то есть он вас затерроризирует, то есть у вас с ним не будет и 5 минут свободного времени, то есть он все время будет присутствовать в вашей жизни. То есть с ним очень сложно задушить свою любовь. Так, смотрите, мужчина судьбоносный, мужчина мутный, своими страхами, комплексами, фобиями, сомнениями определенными, да. Мужчина-крыса. Мужчина-крыса, это, знаете, очень много суетится, может крысятничать, может у вас деньги подворовывать, может вообще у вас... Время воровать, да, то есть мужчина, который очень много суетится, плодовитый, да, то есть он настроен на большое количество детей. И мужчина, знаете, в социуме, значимый такой, о нем могут знать, писать, говорить. И настроенный на брак семью, долгую, такой длительный брак семью. Романтическая натура, мечтает о поездках, путешествиях, очень много может летать, ездить. Ищет женщину сложную, трудную, то есть вы для него сложная, трудная, а женщину за границей не ищет своей национальности или не нравится, или ему хочется более каких-то сложных познаний в женщине. Может быть, ищет, кстати, такую высокого статуса женщину. Любит писать, может работать с документами, может прям, знаете, книги писать, там, или стихи писать какие-то романтические. Находится все время в каком-то определенном сложном выборе, ему хочется постоянно общаться, познавать что-то новое. Может быть, инициатором там все время каких-то смс-ок, писем и так далее, да. И не знает, на самом деле, что его радует, да. То есть вот не понимает, в чем радость жизни, я бы так сказала. Человек с очень хорошей семьей, с очень хорошим воспитанием. Человек со своими какими-то там романтическими наклонностями, там, да, очень много склонностей, знаете, к писательской какой-то способности, к какой-то мистике, романтике. То есть его, может быть, мистика-эзотерика чем-то привлекает. Человек стабильный, надежный, то есть за ним в финансовом плане, как за каменной стеной, где-то он холодный, но и отстраненный, и имеет высокий пост. Но показывает всем, что он очень простой, ну, типа такой вот прям земной, земной доступный. Хорошее здоровье у него, настроен на женщину, которая привлекает его чисто визуально, да, собирается с этой женщиной строить длительные отношения, детей, рождение, ну, то есть только на серьезные отношения настроен. Любит воду, может быть, водного знака зодиака. Человек любит деньги, любит денежных женщин. Сомнения у него есть по поводу того, что с вами произошло окончание, то есть вы своего будущего мужа знаете. То есть у него как бы есть такие сомнения, что все, конец этих отношений. И знаете, вот, что он тут думает, да, что он как ребенок надеется, что ваши отношения стабильные, что он сильная личность, и от него зависит решение о ваших отношениях. То есть очень самонадеянный человек, да. Так, давайте тогда смотреть, какие же перспективы. То есть и раз вы его знаете, встречать его уже не надо. Только между вами что-то произошло. Может быть, блокировка какая-то, да. Сейчас мы посмотрим тогда, как будут развиваться эти отношения вообще и куда они будут двигаться. То есть, с одной стороны, хорошо, когда мужчина серьезный, да, а когда он самонадеянный, не очень хорошо. Да, то есть, значит, его ваше мнение не очень интересует. Так, итак, смотрим. Вот у вас произошло разрушение. То есть ему нужно разрушить ваши тайные отношения. И действовать в сторону брака с семьей. То есть делать предложение выводить на новый уровень. Он здесь хочет быть победителем. И сохранить хочет свой статус. И он разрушит вашу тайну в отношениях, да. То есть будет понимать, что в тайных женщинах вы хотите, не хотите. Вы хотите чего-то больше. Он будет это все разрушать. Он придется со своей любовью, со своим решением. Будет с вами мириться. Но сначала он уйдет с разбитым сердцем. Потому что не получит от вас никакого ответа. Но в результате он добьется того, чего хочет. Да, и вы получите от него и предложение, и знакомство с родителями. Да, переход на другой уровень. Произойдет у вас встреча. Так, ну я бы сказала, что эта встреча быстрее всего, что не в этом году. Все это у вас произойдет. В этом году у вас еще будет очень такая длительная пауза, пока он осознает. Он здесь, знаете, умеет манипулировать хорошо женщинами. Да, вот прям четко. Такой, знаете, капризный инфантильный ребенок, который манипулировал бабушками, там, тетушками, сестрами. Учился вот это, как женщины это все делают. Здесь он будет пытаться покупать вас какими-то недорогими подарками, чувствуя какое-то одиночество, да, и основываясь на хороших воспоминаниях, как у вас было до кризиса в отношениях. И он захочет этой победы, ему придется двигаться. И долго он будет сеять в иллюзиях, страхах, сомнениях, не спать ночами, думать, потому что он будет постоянно получать от вас отворот-поворот. Здесь он уже не будет взвешивать, какая ему женщина нужна. Он четко определится, что вы, женщина, знаете, как бы с разными лицами, и ему нужны конкретно вы. Движение не будет по причине того, что вы ограничите доступ к себе. Вообще не будете разговаривать. И он уже здесь будет, знаете, выходить за рамки приличия, как-то активно проявляться, надеясь на шанс. И самое интересное, что он будет то проявляться, то исчезать, да, надеясь, что вы как-то будете, ну, в общем, раскачивать эти качели, на которых он уже давно качается один. Будет строить интриги, обманы, змеи на свои какие-то там фантазии, иллюзии, чтобы только, ну, вернуть манипулирование, да. То есть мужчина с другой стороны, где патриархат очень развит, да, и мужчина будет вот вами манипулировать. Он очень одержим в любовью, конфликтами, ссорами с вами. Ему этого очень не хватает. Он сначала понадеется на легкий такой шанс, а получится, что ему будет сложно, трудно, но будет тяжело бросить, потому что очень много вкачает энергии. Здесь он будет получать свой определенный урок, поймет, что вы очень сильная, мощная, что ему такая женщина нужна, что он готов вам подчиниться, что это большая любовь, потому что здесь он хочет семью на долгие, длительные годы. И несмотря на свою вот эту злость такую, да, он будет понимать, что только вы можете дать ресурсный брак ему. Императрица в глазах его, конечно, значимая такая, да. А вам, конечно, будет скучновато. Скучновато. Вы будете смотреть, как он это делает, и будете рассматривать какие-то новые варианты ресурсных мужчин. Вы будете готовы уйти в новое, строить иллюзии, но к вам не будет приходить чувство к новым мужчинам. То есть не будут они давать тех эмоций. Но выбор в плане, с кем построить гармоничный союз, у вас будет. И именно с помощью того, что вы будете холодные, отстраненные, будете заставлять мужчину думать, как вернуть вот эти вот моменты счастья и удовольствия, которые были между вами. Так, у него в иллюзиях, сейчас на данном этапе, что вот вы без него умираете. Вот он так думает, да. И что когда он вам что-то напишет, вы должны радоваться этому всему. Но на самом деле вы выбираете уже среди других. И вы здесь одержите победу. Ему придется очень много вложиться в вас, чтобы вас вернуть. Сейчас он пока висит, думает, проходит трансформацию, кто чувствует себя таким, знаете, обиженным. Потом он перестанет ждать и начнет уже действовать. То есть трансформацию пройдет, да. И когда он уходит от вас, ему очень сложно, трудно без вас. Он возвращается обратно, потому что с вами было весело и комфортно. И если даже он с кем-то переписывается, они не дают ему тех эмоций, которые давали вы. То есть в пенале его так. Как бы никто не дает садомазохистских каких-то отношений. Поэтому вы сейчас его флирт не замечаете, отворачиваетесь и живете своей жизнью. Вот кому интересен такой расклад. Заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok